Всем привет! Я снова к вам с косметичкой месяца. Первое, что я вам покажу, это тональный крем, точнее у меня это будет CC крем. У меня IC Lu от Faberlic. Мне безумно нравится, он дает такое свечение, я бы сказала, изнутри для лица, но только, я бы сказала, для сухой кожи, потому что, ну, свечение реально заметное. Видите, такой мокрый эффект. У меня хоть сухая кожа и в эту осеннюю, зимнюю пору такая немножко бледная, но я все равно обязательно его припудриваю, иначе кожа, ну, для нас неестественно светится. Это корейский уход, возможно, в Корее это нормально, для нас это, ну, как для меня, слишком. Припудриваю ее с помощью вот такой вот рассыпчатой пудры от Ivorache, мне безумно нравится. Не дает матового финиша, а так натуральненько смотрится на лице. Консилер у меня по-прежнему от Evaline Makeup, но буду на декабре, на новогодние праздники заказывать что-то более плотное. Это консилер, такой дает легкое перекрытие и тоже такой подсвечивающий эффект под глазами, но сильные синячки он абсолютно не перекроет. Хочу хорошо затестить вот эту штучку от Luxe Visage 3 в 1 для бровей. Я вам говорила, абсолютно не фиксирует брови, но дает цвет. Но пока до сих пор не определилась, нравится мне или нет, в этом месяце буду им пользоваться. Как румяна, буду использовать и румяна, и скульптор от Eivon. Такая у меня старушечка, не знаю, выпускает ли Eivon еще. Но мне нравится именно на осень тиму, простите, мне она набрала хорошо, такие вот более холодные цвета. Но если мне захочется какого-то праздника на лице, у меня есть тройка от Eivon, которая мне тоже безумно нравится. Вот так выглядит. У меня вот здесь хайлайтер, скульптор и тоже румяна. Как вы видите, в румяну у меня вообще уже дырочка. Мне нравится, как это смотрится на лице. Вот видите. Тоже на какие-то такие праздничные макияжи будет неплохо. Да, в ноябре у меня там день рождения будет актуально. Тушь пока что еще буду использовать от Maybelline, еще не сильно подсохла. Last Sensational очень люблю. Дальше ни разу не пользовалась, только-только открыла Volume Elixir от Yves Rocher. Здесь такая натуральная кисточка, но по отзывам она дает только объем. Чтобы получить ее удлинение, буду вместе с ней использовать базу под тушь от Faberlic. В каком-то с блогом вместе с вами посмотрим, как эта тушь работает и в одиночку и с базой. Для губ взяла два карандашика. Один у меня это идет минус бюджетных карандашиков. Все постиралось, но насколько я помню, это Malva. Но, к сожалению, уже ни названия, ни цвета. Единственное, что могу сказать, очень мягкий и приятный. И следующий у меня карандаш от Evaline. Оттенок 23. Но карандаш достаточно яркий. Но под некоторые помады мне подойдет. Например, под ту же Malva в оттенке 003. Быстренько вам нанесу и вытру. Потому что матовая эта помада безбожно сушит губы. Но держится просто великолепно. Супер бюджетно. Но выдержит все. Ну, прям жирный перекус нет. Но очень хорошо держится на губах. Этот 003 оттенок красивый, яркий. Но, как бы, минус еще такой. Сходит кусками. От Wallery взяла вот такой вот блеск для губ. Очень мне цвет нравится. На осень актуально. Супер бюджетный. 21 оттенок. Они это называют блеском. Я бы сказала, даже помада. Видите, какое у него перекрытие сильное. От Faberlic. Артикул 4622. Увлажняющая помада. В таком нюдовом оттенке. Буду использовать как блеск для губ. Хорошо увлажняет губы. Хочу, если честно, ее уже добить. От Sheryl. Помада, которая мне безумно понравилась. Оттенок 110. Такой интересный. Здесь вы увидите больше нюд. На губах у меня он розовый. Ну, так нюдово-розово красиво смотрится. Тоже к каким-то ярким глазам. Будет очень даже красиво. И я не могу жить без блесков для губ. У меня оба будут в этом месяце от Faberlic. Из разных серий. Единственное, что. Но блески бюджетные. Первый артикул 4722. Это вот этот Куэ Фукси. Действительно дает холодный подтон. Ну, как вы видите, он такой полупрозрачненький. И второй. Тоже по акции. Там за 30 гривен максимум брала. Артикул 41033. Кто занимается в Faberlic поймет артикулы. Такой вот тоже красивый. Но уже более теплый. Здесь идут уже более, я бы сказала, такие золотистые блестки. Ну, красиво, глянцево смотрится. Конечно, блеск для губ это не матовая помада. Весь день не продержится. Но легко поновить. И действительно красиво смотрится. Как базу далее использую от Art Deco. Пока не засохла. С ней никакую еще использовать нельзя. Потому что сохнет безбожно. Притом, как вы видите, практически полная баночка. Но база хорошая. Действительно хорошо держит тени. И делает их более яркими. Каждый месяц использую карандашик от Yves Rocher. Очень сильно освежает глаз. Именно вот этот розовый. Если на нежную слизистую нанести. Сразу взгляд менее уставший. Вот так бы я сказала. Далее я буду пробовать экспериментировать. И с глиттером 5346 от Faberlic. Серия TETA TET. Или подружусь. Или выкину. Последний шанс ему в этом месяце. Полупрозрачный. Если жидкие тени. Обожаю этой серии. И блески для губ супер. То глиттеры раз на раз не приходится. То спорчу макияж, то нормально. От Vivienne Sabo. У меня оттенок 117. Просто безумно красивый коричнево-зеленый оттенок. Секунду. Вот так смотрится. Такой болотный. Можно делать смоки айс. На осень просто супер. Вот эти тени от Vivienne Sabo. Просто супер. Далее взяла от JT. Палетку 50. Очень тоже мне нравится. Вот так выглядят оттенки. У меня есть отдельный обзор вот этой всей палетки. Она очень крутая. Здесь, конечно, есть полностью провальные оттенки. Но я их сводчи даже не буду вам делать. Но есть как провальные, так и полностью очень крутые и классные. Вот я вам сделала несколько сводчей. Посмотрите, какая красота. Вот центральный оттенок абсолютно провальный. Вот этот. Я знаю, из-за него брала на фото. Он выглядит красиво. Но он просто как слюда. А вот эти очень мягкие, красивые. С ними можно сделать реально красивенный макияж. И на день, если вы любите немножко так поярче и что-то интересное, как на меня осень-зима, это самое время экспериментировать. Далее Makeup Revolution. У меня палетка Smoky. Hot Smoky. Безумно мне нравится эта палетка. С ней действительно можно сделать миллион разных макияжей. Тоже у меня есть отдельные видео с ней. Постараюсь вам просто сейчас сделать много сводчей, потому что видео делала очень давно. Возможно, вы не видели. А оттенки здесь есть самые достойные. Посмотрите, какая это красота. Какая это пигментация. Оттенки мягкие. Как Smoky Eyes. Так на все века какой-то один оттенок наносите. И получается просто шикарно. При этом Makeup Revolution очень бюджетная косметика, если взять цену, качество, соотношение. Хочу поэкспериментировать с Волари. У меня оттенок 3. Фиолетово, такой вот болотные оттенки. Номер 1 мне не нравится, между прочим. А вот этот хаки фиолетовый и розовый вместе смотрится просто шикарно. Они классно стушеваются вместе. И действительно получается такой необычный, интересный макияж. Плюс вот это вот прям цвет листвы на этот месяц будет актуально. И последняя палетка. Это от Faberlic Maria V. Я обожаю эти палетки. Сто раз вам говорила. Думаю, вы ее так узнаете. Здесь вот такие вот более спокойные оттенки. Беру их на тот случай, когда мне нужно бежать. И у меня нет времени думать, а как будет то, а подойдет ли мне. Посмотрите, они мягкие, шелковистые, легко тушуются. И вот эта конкретная палетка очень такая продуманная. Легко затемнить уголок на все веко, что нанести. И посерединке 2 минутки классный макияж. Вот такая небольшая косметичка у меня на этот месяц. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь. Впереди вас ждет очень много интересных видео. Всем пока-пока.